САМАРСКАЯ СРЕДА В нашей студии Виктор Полянский, профессор, заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием в Самарской губернии. Виктор Владимирович, добрый вечер, я искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Итак, слава Богу, эта избирательная кампания длинная, сложная, непростая, завершена, подводятся итоги, ну и тогда, наверное, уже можно будет сказать, что она закончилась. Вот, если говорить об ее объективности, если говорить об ее, скажем так, легитимности, кто участвовал в процедуре контроля за ходом выборов вот на этой кампании? Вообще, у нас довольно такая разветвленная, системная, в общем-то, работа проводилась по разным направлениям. Во-первых, и они ранее были учреждены, многие институты, чем другие. В частности, это наблюдатели от партии и от кандидатов. Этот институт имеет очень давнюю историю, они обладают соответствующим опытом партии, всегда мобилизуют своих, ну, образно говоря, волонтеров, сторонников, которые помогают им осуществлять контроль за ходом голосования на участках и за пределами участка, тогда, когда, например, проводится надомное голосование. С некоторых пор, уже вот несколько лет, как учрежден институт общественных наблюдателей, которых формирует список или весь контингент такого рода наблюдателей Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты субъектов Российской Федерации. В частности, и Самарская общественная палата сформировала большой такой контингент наших наблюдателей, и это более 5000 цифр, да, они были обучены всем правилам поведения на избирательном участке. Все они получили знания по правовым аспектам процедуры голосования, кроме того, они знают, как психологически себя выстраивать в отношениях с другими субъектами, которые находятся на участках. Пока еще не сказала всех других, помимо вот этой категории наблюдателей, они сейчас, по сути, являются уже почти традиционными, потому что общественные наблюдатели неоднократно участвовали в избирательных кампаниях и в общероссийском голосовании по закону о поправке в Конституцию в прошлом году. Но есть, например, и ваши коллеги, и вы сами, все журналисты, которые обладают специальным статусом представителей СМИ. Этот статус, кстати, пошире, чем наблюдатели, потому что журналисты имеют возможность передвигаться между избирательными участками, присутствием в других местах, где решаются вопросы, связанные с организацией голосования, подведением итогов и так далее. И вот эта, значит, системная такая работа проводится в рамках действующего законодательства. Здесь нет абсолютно полной свободы, ну, как говорится, все, что хочу, то и делаю. Есть определенные требования к самим наблюдателям, вот к нашим общественным наблюдателям. Есть требования, касающиеся возраста, это должны быть граждане РФ, и они не должны замещать там государственные должности, ну и так далее. И, кроме того, наши общественные наблюдатели имеют возможность работать только в определенных местах, поскольку заранее общественная палата формирует группы, где должны присутствовать, на каких участках наши наблюдатели, и предоставляется им возможность быть там. В течение всего времени голосования можно присутствовать только один представитель общественной палаты, то есть общественный наблюдатель, но они там могут меняться посменно, как мы говорим. Мы, палата, должны были представить ТИКИ в территориальной избирательной комиссии списки наших наблюдателей за три дня до начала голосования. И эти процедуры выполнялись, все наши депутаты, простите, наблюдатели были полномочными, никаких претензий особых к ним в их работе не было. Но был один факт, когда в дополнительном списке был, значит, один наш наблюдатель, вот он пришел на тот участок, который ему захотелось посетить, а там уже был определен предыдущий наблюдатель, и он согласился еще раньше наблюдать весь период, который отведен для присутствия наблюдателя. Ну, вот там возникла конфликтная ситуация, но она была разрешена, я считаю, достаточно благополучно, но конфликт особо не развился. Кроме того, есть еще и дополнительные инструменты контроля, которые связаны тоже с общественными наблюдателями. В этом году, как бывало и раньше, установлена система видеонаблюдения на большинстве избирательных участков. У нас в Самарской области примерно две трети были покрыты вот такой сетью видеонаблюдения, участков именно. Плюс там, где не было обычного видеонаблюдения, были видеорегистраторы. Запись велась на флешку. Этот институт тоже вызывал некие вопросы у тех, кто заинтересован в результатах, возможно, голосования и подведения итогов и так далее. И говорили, вот недостаточно механизмов, которые бы позволили каждому, любому избирателю подключиться к системе видеонаблюдения и дома, лежа или сидя, неважно. Как, мол, смотреть, как идет голосование. На поверку оказалось, что разговоров и шума было много, а желающих наблюдать мало. Почему? Ну, конечно, это 24 часа в сутки надо смотреть. Да, потому как и в ночное время камеры были настроены на режим видения ночного. Ну, конечно, они должны контролировать. Там было бы видно, но, оказывается, я так определяю для себя просто, что это был политтехнологический прием протестов против несуществующих угроз. Что вот ограничили, мол, право избирателей все время видеосмотреть, наблюдать по видеокамерам этим. На самом деле, когда были предоставлены такие вот возможности гражданам, они записались, ну, где-то около 50 человек. И могли бы сидеть и днем, и ночью. Потому что у нас в Самарской области в ситуационном центре в соответствии с решением Центральной избирательной комиссии было учреждено 60 точек доступа. 40 на, значит, ситуационном центре на Ярмарочной и Арцебушевской, 10 в офисе уполномоченных по правам человек в Самарской области и 10 еще в Тольятти. Это была инициатива нашего штаба, действующим правилам не предусматривалось, но это в рамках тех процедур, которые допускались. Вот так вот, на все эти места было там, может быть, около 50 где-то записавшихся. Это к вопросу, что не всегда то, что говорится, есть то, что есть. И то, что хотят. А тем более, что у нас же ведь точек голосования, это же на самом деле было очень много. Точек голосования было много. У нас 1785 участков. Вот, о чем мы речем. И 50 человек записалось. Записалось, да, но могли прийти и наблюдать только в этих трех местах. Однако, ведь большое количество было выдано точек доступа для политических партий и для кандидатов. Они тоже имели свои точки доступа. Вот в чем суть. То есть у них вполне была возможность объективно сидеть и следить. Конечно. Если говорить о партии и о их, так скажем, сторонниках, тех, кто поддерживает там, ну и прочее. То есть вообще все можно наблюдать. И как, например, представители некоторых партий, выдвинувших в списки кандидатов, выливали там информацию в разные социальные сети, было видно, что они доступ имели. И ограничений-то никаких не было. Ну да, иначе, когда бы они взяли эту информацию. Да, конечно, они могли и снимать, и снимали что-то, безусловно, выливали не через систему видеонаблюдения или получали информацию, они могли и сами снять, конечно. Но по действующим правилам, вот эта информация, которая записана, видеонаблюдение или флеш-карты на видеорегистраторах, они будут храниться один год. И в течение этого времени, по всем сомнительным случаям, можно получить доступ к этим ресурсам по соответствующему заявлению и решению суда или избирательных комиссий. И, пожалуйста, судитесь, у нас уже есть практика, когда одна из партий в прошлом просмотрела и подтвердила некие неправомерные действия членов комиссии и председателя комиссии. Было возбуждено уголовное дело, и оно было завершено привлечение к ответственности виновных лиц. То есть видеонаблюдение оправдывает себя именно особенно в последующем, потому что, когда идет процесс голосования, калейдоскоп картинок по многим избирательным участкам, хотя сами кандидаты, например, и партии, они могли фиксировать видеонаблюдение, ну, допустим, на какой-то один избирательный участок и все время просматривать. Для этого нужно иметь специального человека, который будет... Будет сидеть и писать. Да, и наблюдать. Он может наблюдать. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается именно нашей темы. Затем продолжим нашу беседу. В регионе работают 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. За процессом следят свыше 5000 общественных наблюдателей, 60% из которых представители молодежного сообщества. На каждом участке по несколько человек. Мне важна судьба нашей страны. Я поэтому решил стать наблюдателем, чтобы выборы прошли честно, потому что Государственная Дума является нижней палатой парламента, одним из главных органов нашей власти. Мы надеемся, что все пройдет спокойно и без нарушений все-таки. За тем, чтобы не было нарушений, активно следят и представители старшего поколения. Лидия Тимофеева давно занимается общественной деятельностью и не первый год приходит на выборы в качестве наблюдателя. Травится, ночью дома сидеть. Я пенсионерка, дома сидеть, это, как говорится, очень плохо. Наблюдаю, чтобы не было сброс бюллетней, но чтобы не уговаривали, за кого голосовать однозначно. Никогда не было, абсолютно. Каждому избирателю на участке дают четыре бюллетени для голосования за кандидатов в Государственную Думу и областной парламент. При опускании в урну может показаться, что кипа бумаг – не что иное, как вброс. Поэтому приходится внимательно смотреть, чтобы убедиться, что это сложенные бюллетени, а не дополнительная пачка. Приходится следить и за тем, какие бумаги выдают. Для того, кто взял открепительный, есть нюансы. Мы находимся в Волжском округе по Губернской думе. Если у него прописка вне, то он не может голосовать за одномандатника. Следовательно, важно не допустить ошибку, не выдать лишний бюллетень. Много голосуют по заявлениям прикрепленным, которые по госуслугам крепились через ТИК, через участковую избирательную комиссию. Наблюдателей много, кандидаты пришли, контролируют процесс. Ну, в общем, вот такое все в обычном режиме, поэтому как должно быть. После восьми вечера на участках все бюллетени перекладываются в сейф-пакет, в том числе из переносных урн для тех, кто голосовал на дому. Составляется акт, все сейф-пакеты убирают в специальный ящик и опечатывают. Напомним, что общественный штаб независимого наблюдения за выборами был создан в Самарском регионе в марте. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, на которых прошли обучение свыше 5000 человек. Наблюдатели – доверенные лица штаба. Они заинтересованы не в том, чтобы победил конкретный кандидат, а в том, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом. Виктор Владимирович, вот мы посмотрели сюжет. Мы понимаем, каков статус, каковы задачи общественных наблюдателей. А как это соотносится со статусом других наблюдателей? Вы о них говорили. Это наблюдатели от партии и наблюдатели от кандидатов, которые, ну, в общем-то, профессионалы, будем говорить так. Да, они действительно многие профессионалы, потому что работают с партиями плотно и не один год, не один десяток лет многие. И не один цикл избирательный. И не один цикл, поэтому они достаточно хорошо, так скажем, осведомлены о порядке голосования, о всех процедурах. Но, если говорить, как соотносится, у этих наблюдателей те же самые права и обязанности, как у всех. Они, между прочим, в законе указаны как наблюдатели от партии кандидатов и от других там субъектов выдвижения. К субъектам выдвижения кандидатов относятся наша общественная палата Самарской области и общественная палата Российской Федерации. А у нас был такой тоже наблюдатель. Но все действовать должны на основании закона и добросовестно. А вот все-таки интересы, они продуцируют иногда какое-то иное поведение. Наши наблюдатели, общественные палаты, они не отражают интересы каких-то корпораций, групп людей, отдельных индивидов, кандидатов и так далее. Они должны работать на общий наш областной, например, или федеральный интерес, публичный интерес, чтобы обеспечить законность процедур и обеспечить добросовестность всех действий, которые совершают участники процесса голосования, избирательные комиссии. Сами наблюдатели, в том числе и те, которые от партии кандидатов. Это касается нас. А вот партийные кандидатов-наблюдатели, у них все-таки цель содействовать получению важного для партии кандидата результата. Но это тоже нужно делать законными методами. Иногда грани не соблюдаются эти. Такие факты у нас в рамках прошедшей кампании по голосованию, в частности, часть, от которой кампания называется голосование, Там все-таки поведение отдельных наблюдателей имело, так скажем, под собой видимую заинтересованность. Так поступать не должны никакие наблюдатели, в том числе и партийные. Но их статус иногда произвольно, невольно, но бывает, вот ведет по такому пути. Если продолжать эту тему интересы партии, интересы отдельных кандидатов, как вы оцениваете средства и методы продвижения своих интересов партиями и кандидатами в эту избирательную кампанию? Если имейте в виду партийно-кандидатский интерес по продвижению себя в Государственную Думу, например, в Самарскую Губернскую Думу, то он, так скажем, является вполне легальным. Сам интерес. Законом это предусмотрено. Идет борьба жесткая, может быть, жестокая или еще что-то. Но она должна соответствовать требованиям законодательства. И главное, она должна соответствовать морали, этике и добросовестности. Вот здесь вот проблемы возникали. Есть вылета уже все в интернет, в социальных сетях. И видно, до чего же все-таки грубо, бестактно, с напором, который недопустим. Например, который вот там был мужчина против женщины, как сотрудника избирательной комиссии. Я лично был просто удивлен, раздосадован и возмущен. И даже подумалось, и что же, такие депутаты будут править нами, России, если он так ведет себя по отношению к человеку, который выполняет свой долг. И если вы видите, что допущены нарушения, есть определенные правила поведения всех участников в рамках процесса голосования. Есть, так говорим мы, правовое поле. В рамках этого правового поля и нужно действовать. Не кричать, не, извините, там буйствовать. Есть правило, напишите заявление. Оно будет рассмотрено, не удовлетворились. Идите дальше с этим заявлением и решением. Идите в суд, есть соответствующие правила. Нет, а это были действия устрашающие такие, вынуждающие человека содорогнуться. Так нельзя. И вот такие примеры, они не украшают не только тех участников такого рода конфликтов, но и партий, которые представляют. Я лично считаю, что такое недопустимо. Виктор Владимирович, а много было жалоб, письменных жалоб? Какие были выявлены жалобы и нарушения какие были выявлены? Знаете, жалобы мы в рамках штаба общественного наблюдения рассматривали довольно оперативно. Их было достаточно, чтобы все члены штаба привлекались. Но прежде всего привлекались эксперты-юристы, поскольку требовалось соотнести те или иные обстоятельства, возможно, действия какие-то с законодательством. Потому что некоторые действия, они вполне укладываются в законы, но кому-то они кажутся нарушением. Ну, я приведу вот случай. Ну да, вот примеры. С чем обращались? Вот, значит, обращаются, мало того, что обращаются, но ведь еще сначала напишут, выбросят, выплеснут в информационную сферу. И выглядит все так, ну, знаете ли, аж преступления какие-то. На самом деле это не так. Вот, например, пишут по нашей области на одном из информресурсов, ну, допустим, избиратель. А вот на участке больше одного стационарного ящика для голосования. Тут можно сказать, что вообще по законодательству количество ящиков определено. Есть специальная инструкция ЦИК, в которой определено все, что должно быть на участке, то есть в помещении для голосования, расположение всех необходимых ресурсов информационных, столов для выдачи бюджетин. То есть все четко прописано? Все прописано. А количество ящиков определяется количеством избирателей. Вот этот вот автор, я его считаю абсолютно недобросовестным, сказать, что он, к примеру, по неосведомленности просто это делает, не думаю, что он воспользуется тем ресурсом, который он знает, а он только лишь, как правило, доступен тем, кто постоянно интересуется выборами. И если он там написал, значит, он предполагает. Но поскольку большинство наших граждан не профессионалы, не понимают, в чем там суть, будут считать, что вот нарушение больше одного ящика. А на самом деле, может быть, от такого-то количества избирателей по участку, там, допустим, тысяча, если там, к примеру, один ящик больше, значит, два ящика больше. Ну, понятно, чтобы очередение было просто. Конечно, все это знают люди, скорее всего. Все логично. Но была какая-то заданность такая некая, нагнетать ситуацию. Она недобросовестно формировалась, эта ситуация, с большим количеством обращений. Вот, например, в областную избирательную комиссию поступило в дни голосования, там, 120 примерно обращений. Из них там 100 уже были отработаны на последний день голосования. Из них около 80 примерно там обращений не имели под собой юридической, да и фактической даже основы. Но они пишутся, а некоторые акторы избирателями представляются, там, может быть, члены участковых комиссий и так далее. Ну, бывает, пишут даже обращения, исковые административные заявления в суды. Ну, как некий там призывает, завалим суды, вот и пусть разбираются. Да, там неважно, что будет. Так поступать нельзя, я так думаю. Но поскольку я не заинтересованное лицо, я хотел бы, чтобы все соответствовало закону и добросовестности нашей, так скажем, морали и этике. Но вот, к сожалению, такие факты были. Были и сообщения о тех деяниях, так скажу, действиях и бездействиях, которые требовали оценки. И у нас в штабе мы анализировали, в областной избирательной комиссии признали, что 21 факт, так скажем, имели место быть. По ним по всем были приняты решения. Часть членов комиссии, которые допускали отступление от правил, они были привлечены к ответственности. Кто-то отстранялся даже от работы с бюллетенями и тому подобное. И это только лишь говорит о том, что те, кто думал о качестве процесса избирательного, и они видели действительно какие-то нарушения, их интерес в плане восстановления законности и справедливости и добросовестности в делах, он был удовлетворен избирательными комиссиями. Участковые избирательные комиссии сами принимали соответствующие решения и восстанавливали порядок. То есть, вот это делалось всей системой избирательных комиссий, ТИКи, территориальной избирательной комиссии, областной избирательной комиссии. Они работают по системе вертикального соподчинения, и у каждого института более высшего, там, под то, что к ним есть права, они это делали. И в Октябрьском районе ТИК в отношении определенной комиссии, там он реагировал, признал в определенной части работу нелетворительной и так далее. Но все это делалось в рамках соответствующих правовых процедур, как мы говорим, в рамках правового поля. А некоторые люди, они вот шумели, скандальничали прямо на участках, хотя у них были все возможности пойти по правовому пути. Но не хотели, значит, у них цель была. Либо, вот, например, на одном из ресурсов в интернете размещается четыре разных, так сказать, вроде бы по количеству четыре информации, сообщений о нарушении. Когда смотришь, там нет нарушения. Но их четыре, и в общей массе это будет, смотрите, уже наполнять, да, такое формировать отношение к выборам, к организации, что вот все. На самом деле это неправда. Виктор Владимирович, вот, кстати, вы меня прям подвели к этому вопросу. Такая сложная история, как фейки, которые формируются на выборах. Вы, собственно, вот сейчас практически начали об этом и говорить. Кто их создает? Как и зачем? Ваша личная оценка. Только личная оценка. Конечно. Я думаю, что создают заинтересанты разного типа, разного вида. У нас есть фейки, которые располагаются на одной из платформ, которая установлена на серверах в Соединенных Штатах Америки. При этом те, кто сформировал эту платформу из России, они объясняют, что ну мы не можем там ничего изменить, это же все там, вот у них. Но при этом они себя позиционируют как учредители этой платформы. Причем назвали ее карта нарушений. Не карта сообщений о, значит, в ходе выборах. А сразу обвинительный. Карта нарушений. Абсолютная определенность, что это нарушение. И все. Но если таким образом судить, то здесь фейки формируются нашими людьми российскими. Возможно, ботами даже, это не люди, да, к примеру, а машины. Возможно и такое. Есть накрутка такая, бывает, да, по типу какому-либо там. Но при этом это могут быть кто угодно. Это могут быть и люди из Германии, из Нидерландов и прочее. Эта карта открыта, доступна по всему миру и даже в Арктике. То есть читай и потом пиши. И пиши, да. Либо мы, например, замечали там, что фамилии автора, вот кто пишет, избиратель. Допустим, фамилия непонятно, что, где упоминается. А бывает и так, что пишут с упоминанием члена участковой комиссии, фамилия указывается. И когда мы выясняем, анализируем и обращаемся в эту комиссию, они говорят, ну, у нас нет такого члена комиссии с такой фамилией. Даже так. Даже такие вещи, да. Ну, это обман. Или вот, например, это тоже, по сути дела, получается фейк до определенного момента, пока не доказано другое тоже, да. Вот распространен ролик. И там, значит, вроде бы как председатель комиссии. И вот в одном из районов мы пытаемся. Там не указан ни участок, ничего. Только район. Ну, значит, это, во-первых, нас обременяет чем? Вот вы ищите, мы потратим полчаса, час-два, может быть, на то, чтобы искать что-то. А вам же работать надо, да? Ну, а мы бы лучше работали с теми сообщениями, которые действительно, может быть, имеют какую-то ценность для улучшения ситуации по голосованию. Ну, получается, ищем, ищем, ищем. Потом просто фотографируем, допустим, как члена комиссии или председателя, направляем в этот район. Председатель ТИК, они там смотрят, говорят, ну, у нас такого председателя комиссии нет. И как реагируют в этой ситуации общественники, кстати? Вот мы просто только и можем отреагировать, поскольку к нам шли запросы из Москвы, из Общественной палаты России, из Ассоциации независимого общественного мониторинга, они занимались тоже выборами. Мы им отвечали, что нет такого председателя комиссии, хотя скандалы видно. Что этого нет в природе, короче. Да, но там есть, значит, вот фактура, так скажем, фактические обстоятельства, которые говорят о том, что вроде бы должен, но в каком районе и прочее, мы сразу не можем определить. Но вот таким образом отвечаем. Но бывает и так, что вроде бы тоже факт имеется, что да, есть такой член какой-то комиссии, потому что комиссия указана, и указано, что это член комиссии. Мы едем даже, спрашиваем председателя комиссии, нет, вот фамилии там есть, но у нас нет такой. Вот имя совпадает с одним членом комиссии, но фамилия другая. И получается, что сам автор, который писал якобы это сообщение, он свою фамилию не написал правильно. Вот тоже ищите и прочее. И мы не знаем, тот ли или не тот. Виктор Владимирович, прошу прощения, остается одна минута. Мне подсказывают, время очень быстро пролетело. Вот последний вопрос. Когда подведут все итоги выборов? Все, я подчеркиваю, какова перспектива? Потому что понятно, что этот процесс непростой. А перспектива такая, что вот если иметь в виду в целом по России или там по Самарской области, мы, наверное, примерно такие же, так срез, если взять, общие совпадаем где-то в чем-то. Большинство решений, которые будут уже приняты избирательными комиссиями, участковыми, тиками и в последующем областными избирательными, ну, субъектовыми комиссиями и циками, они абсолютно чистые и добросовестные, законно будут. И мандаты будут выданы всем тем, кто их получил по этим решениям. По отдельным фактам, которые будут кого-то волновать, могут быть рассмотрены еще и в судах дела. Виктор Владимирович, прошу прощения, спасибо за беседу, но, к сожалению, время программы подошло к концу. Напоминаю, в нашей студии был Виктор Полянский, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием в Самарской области. Удачи в делах, до свидания, и мы увидимся с вами в роде.